Всем привет! Наша тема сегодня летний отдых в Египте. Насколько комфортно или смертельно жарко отдыхать в Египте летом? Стоит ли вообще выбирать Египет для летнего отдыха? Сегодня мы расскажем, какие есть нюансы, плюсы и минусы летнего египетского отдыха. Какие у нас ощущения летом в Кургаде и Шарм-эль-Шейхе? Проходит ли экскурсии? Безопасно ли это? Ну и парочка наших лайфхаков для летнего отдыха. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмирата, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте travel24online. С самого начала, раз мы говорим про лето, давайте отметимся все в комментариях и напишем я отдыхал летом или я отдыхал там в декабре, в январе. В общем, чтобы мы составили такую небольшую статистику, в каком месяце, в какую пору года в основном отдыхают наши подписчики. Итак, наверное, нужно начать, собственно, сколько градусов? Это самое важное всегда, потому что насколько жарко? Все знают, что жарко, но сколько градусов, сколько температуры воды? И возможно ли это терпеть? Вот не зря же все-таки у нас есть уточка Моня, которая каждую поездку в любой отель с нами ездит. И она меряет нашу температуру, она нам рассказывает, какая у нас погода, сколько у нас тепла, сколько холода. Ну, холода здесь, конечно, не бывает. Интересно, у уточки Моня, если бы было минусовое значение, померить бы такую температуру. Но мы в Египте, так что не судьба. Здесь у нас только плюсовая теплая погода. И что касается летней температуры, то она зачастую днем поднимается выше 40 градусов. Но все-таки надо понимать, что в Египет здесь своеобразный климат. И если бы, например, у нас 40 градусов где-то в наших широтах разогрелась бы температура, то там можно просто копыта откинуть, скажем так, потому что было бы очень жарко. Из-за того, что сильная влажность. Так как в Египте влажность не сильная, то по ощущениям, вот как мне кажется, где-то градусов на 10 она ощущается меньше. То есть, если здесь 40 градусов, то это примерно, как и в наших местах, где-то 30 градусов тепла. Ну, если посмотреть вот просто средние температуры летние, то на месяц июнь это 33-35 градусов. Ночью примерно минус 10, то есть 23-25. Дальше в июле уже на 2-3 градусов выше, и в августе это уже 40-42, самый жаркий, как мы понимаем, август месяц. Но в то же время и температура воды в море тоже. То есть в июне она 26-27, потом в августе, говорю, в июле уже 27-28, а в августе она может доходить до 29. И это уже совсем не охлаждает, поверьте. Ну, лично мне, например, больше всего нравится как раз-таки летняя погода, летнее море. Оно такое прям теплое, как парное молоко. Туда заходишь и выходить даже не хочется. Вот как зимой, когда мы плаваем, все-таки для меня холодно ощущается. Летом это самый-самый, наверное, комфортный сезон. Ну, и, наверное, если выбирать по месяцам, если вот выбирать лето, потому что все-таки лето это, почему в основном и едут летом отдыхать многие, потому что это каникулы в школе, это у многих отпуска именно летом, и поэтому вот отдых из-за границы в том числе ассоциируется именно с летом. Так в каком месяце все-таки комфортнее по погоде? Ну, наверное, самый комфортный все-таки месяц это июнь, начало лета, так как в самом начале лета еще температура не успевает прям сильно-сильно разогреться. Уже к концу лета становится прям невыносимо жарко, и даже еще в сентябре, еще первая половина сентября, она прям такая, ну, очень запаристо, очень жарко. А в июне температура, она еще как будто бы вот еще с зимы не успела прогреться вся эта наша вот местность, не успела прогреться пустыня, и она постепенно нагревается, вот как сковородка, постепенно набирает температуру, и уже где-то вот к июлю уже тогда начинается прям такая хорошая-хорошая жара. А в первый месяц, в принципе, комфортно. То есть здесь нужно, наверное, отталкиваться конкретно от ощущений каждого человека. Если вы относитесь к таким людям, которые очень боятся вот этой жары, которые даже в нашем лете бывают жаркие дни, у нас там когда 30, да, и все уже умирают, то есть для нас, например, сейчас это уже нормально. Ну, то есть если вы очень боитесь жару, это, как правило, люди в возрасте, либо люди с лишним весом, особенно тяжелее будет просто переноситься, то выбирайте действительно начало лета, где-то, наверное, до середины июля. Ну, вообще еще июль можно захватить, это будет очень комфортно и лайтово в том числе, и по окунанию в море. Потому что вроде как жарко, но вы будете все равно с удовольствием идти вот в это море, потому что оно будет вас охлаждать. Чего не всегда можно сказать уже о августе, да? Потому что в августе ты, когда залезаешь в море, оно как парное молоко. Это не преувеличение какое-то, а реально море, оно не охлаждает. Еще что касается меня, мы все прошлое лето провели не в Египте, но за 6 лет, мне кажется, что я уже настолько адаптировался вот этой к жаре, что, например, когда у нас было жарко летом, то есть там температура была около 30 градусов, и все у нас дома ходили, говорили, какая жара, мы не можем терпеть, у нас так просто невыносимая жара, то для Египта это вообще не жара. Это настолько комфортная погода вот в наших местах, поэтому здесь еще зависит то, как вы будете ощущать от вашего личного самочувствия. То есть есть люди, которые хорошо переносят жару, и вы даже не почувствуете эту жару, вы будете говорить, что ну тут обычная погода, ничего такого особенного. А есть люди, ну особенно, да, если с лишним весом, потому что, видимо, этот лишний вес, он все-таки добавляет такой нагрузки какой-то, да, и вот для тех людей будет намного жарче. Поэтому это такой индивидуальный все-таки вопрос, будет вам жарко или не жарко. Бронировать экскурсии на нашем сайте лучше по прилету в Египет за 1-3 дня до экскурсии. Чтобы взять с собой точное время выезда и другие рекомендации, мы отправляем в мессенджер при бронировании. И главное, никакой предоплаты. Оплата в трансфере, который забирают прямо из отеля. Ждем вас в Египте. Чего в основном боятся люди, когда думают про летний отдых? Боятся, во-первых, обгореть. Во-вторых, боятся, что вообще не смогут купаться в море, выходить на улицу, потому что солнце прямо их сожжет, да. Что не смогут никуда съездить, никуда выйти. В общем, наверное, вот в этом плане. Но я скажу, что это, наверное, в большинстве своем ошибка. Потому что именно летом и осенью в начале можно испытать здесь в Египте прям настоящий жаркий отдых, какой мы себе его представляем. То есть по максимуму вы можете использовать всю инфраструктуру отеля. И бассейны, потому что все бассейны доступны, мы не ищем только один бассейн с подогревом, как, например, в более холодное время. И с удовольствием плаваете, купаетесь. Да, конечно, вы должны понимать, что SPF защита, и лучше ее брать там 50, как минимум, особенно на первые дни. Нужно укрываться от солнца, как можно меньше находиться прям под открытыми лучами. Также в первые дни, да и вообще, наверное, в большинство дней с детьми не находиться с 12 до 2, даже уже с 11 до 2 часов дня. То есть, как правило, я вот наблюдаю, как отдыхают семь с детьми, они встают пораньше. То есть в 8 утра уже, например, позавтракали в 9, потом сходили на 2 часика на море, поплавали, покупались, позагорали, отдохнули. И потом пошли уже как бы на тихий час пообедать, дома отдохнуть в самое вот это жаркое время. И уже потом, после трех и до заката, лайт-режим такой, очень комфортно находиться на пляже, у моря. Причем проблема на пляже, в бассейне, у моря нет никакой. Вы даже не почувствуете этой жары. Жара в основном чувствуется, когда вы идете, например, куда-то, то есть в это шли от моря, а там вышли из воды и идете там просто в номер. То есть пока дойти в некоторых отелях, это 500-700 метров, вот там чувствуется жара. Кстати, когда мы все-таки живем здесь, в Египте, и когда мы находимся в отеле, это все-таки разное ощущение вот этой температуры. Когда выходишь в город и идешь где-то среди домов, там палит так, что ого-го, хочется побыстрее куда-то спрятаться в тень. В отеле же, например, из-за того, что близко находится вода, близко находится море, как-то по ощущениям становится гораздо легче, потому что ветерок какой-то продувает, плюс много зонтиков, например, где можно спрятаться от солнца. И, кстати, это очень такой важный момент, что летом вы можете возле моря даже не почувствовать эту жару. То есть можно находиться особенно на яхте, вообще не чувствуется. Ветер дует, кажется прям вообще тепло, хорошо, так я прям загораю, отлично. Только потом вы увидите вот этих красных раков, которые выходят, которые ходят туристы, потому что обгорели. Ты так не чувствуешь, денек полежал, даже не денек, там буквально пару часов на солнце полежал. Сильно не жарко, вроде комфортно, все нормально, ветерек обдувает. Потом уже к вечеру кожа покрывается волдырями, и вот такие красные раки выходят в ресторане, ходят по территории. Поэтому здесь очень так главное не пропустить вот этот момент, не сгореть. Не знаете, что привезти из Египта? Мы специально для вас сделали интернет-магазин с бесплатной доставкой в отель Пахургаде. Теперь вам не нужно бегать по торговцам и сбивать завышенные цены. Все самое необходимое есть у нас на сайте по самым привлекательным ценам. Следующий вопрос. Все-таки жарко-жарко, мы поняли, что на море в бассейне хорошо. Куда же можно вообще поехать по погоде? Куда погода позволяет поехать, что посмотреть? Можно в Египте в летнее время выйти вообще? Ну вот самое комфортное, как я уже и говорил, это, конечно, морские экскурсии. Это прям оптимально для летнего отдыха, самое классное. Но только, опять же, нужно на яхте отдыхать под навесом. В любом случае, как бы вам ни было прохладно, где-то навес нашли, спрятались в теньке. Вот это самая комфортная погода для отдыха. Уже, что касается каких-то дальних поездок, да, там, Луксор, Каир, такие именно исторические экскурсии, тут уже, конечно, тяжелее гораздо, так как летом все-таки, особенно Луксор, это южное направление. Там вы будете выходить из автобуса и перебежками бегать среди колонн, так как колонны высокие, за ними можно как бы спрятаться от солнца, но в целом такая духота стоит, что находиться, ну, прям не очень приятно. На самом деле, что касается вот поездки конкретно в Луксор, одно лето мы здесь были, не знаю, по-моему, позапрошлое, да. Да, и я вот как такую галочку хотела себе поставить, Луксор летом. Что это такое Луксор летом? И чтобы потом я могла понимать вам и рассказывать. И вы знаете, мы выжили. Правда, Макс отказался от такой авантюры, сказал я никуда. Да, мы с Мариникой поехали. Это был июль месяц, то есть вот середина раскар лета. Да, действительно, хотелось в тень побыстрее уходить. Ну, в автобусе классно было. То есть в автобусе кондиционер, прохладой казалось, что это единственное наше спасение. Никто не опаздывал за то, на остановках все возвращались вовремя в автобус. И был один такой момент, у меня, кстати, в актуальных сторис, можно найти эту поездку в Луксор, я сохранила ее. Был один момент в храме, все, Мариника такая, ой, я больше не могу, мне так жарко, мне так жарко. И я беру бутылку воды и выливаю ей на голову просто. Вот так там приходится спасаться. И все, она такая, как воскресло, да, ожила. То есть вот такой был у нас лайфхак там. Но все возможно, потому что экскурсии работают по графику. Я понимаю, что некоторые люди прилетают на отдых только летом, у них нет выбора. А посмотреть-то хочется, и пирамиды, и Луксор. Поэтому главное настроиться, что как бы будет сложно, но я смогу. И самая, наверное, классная экскурсия, чтобы посещать ее летом, для меня, когда мы поехали на гору Моисея подниматься. Вот, например, зимой я думаю, что подниматься туда будет прям совсем некомфортно, замерзете. Но летом было классно за счет того, что было жарко, в целом-то было жарко. Но когда поднимаешься на гору и на высоте где-то там уже полтора километра, там наступает именно такая классная прохлада. Оно очень комфортно. И вот именно в летний период нужно подниматься на гору Моисея. Не знаете, как выбрать отель? Друзья, мы заморочились и сделали единый рейтинг отелей, которые посещали. Теперь вам не нужно искать видео по всему ютубу. Просто переходите на наш сайт Travel24 и выбирайте отель по нашим оценкам. Можно выбрать отели с лучшими пляжами, лучшие по питанию или лучшие для отдыха с детьми. А главное, сервис абсолютно бесплатен. Пользуйтесь на здоровье. В каких районах Хургады или Шарм-эль-Шейха лучше отдыхать? И правда, либо миф в том, что летом в Хургаде прохладнее, чем в Шарм-эль-Шейхе? Нужно все-таки, если когда зимой вы выбираете район, который безветренный, чтобы отдыхать было комфортно, то мне кажется, что как раз таки летом наоборот лучше выбирать такой район, где больше ветра, будет более-менее комфортно. Если говорить про Шарм-эль-Шейх, это район Набку, он такой более длинный, более вытянутый, там постоянно дуют ветра. И я лично считаю, что летом там будет находиться комфортнее, чем в безветренных бухтах, потому что в безветренной бухте и так тепло, да? А тут еще представьте, вот эта жара 40-градусная, ну прям будет жарко. Мы, кстати, весь Шарм-эль-Шейх провели как раз таки в летний период, мы были целое лето. Тогда как раз началась коронавирус, все закрыли, все было закрыто. И мы летом, все лето провели у нас там в нашем комплексе, у нас был прям выход к пляжу. Целое лето мы проплавали и было очень комфортно. Но у нас, кстати, безветренная была бухта наша. Да, она была безветренная. Поэтому все равно было комфортно. Ну, было не настолько комфортно, например, выходить днем. Плавать было комфортно, да, потому что когда ты окунаешься, то, в принципе, нормально. Вот просто сидеть где-то было жарковато. Я днем не выходил на улицу, чтобы просто посидеть. Потому что днем ты только сидишь где-то под кондиционером. Либо на море, либо под кондиционером. Просто так находиться на улице, ну, невозможно. Ну, в целом, лето, получается, это такая вот уникальная возможность, когда можно, по большому счету, не задумываться в выборе отеля в плане там ветра, не ветра. Потому что зимой это прям очень критично, когда дует там. А летом, летом реально можно ехать в любой отель. Но, но все-таки не в любой. Слушай, это следующий вопрос, я пока пропущу. А что насчет того, что в Шарме жарче, чем в Хургаде? Ну, я одновременно, я не был никогда в Шарме и в Хургаде. Мне как жарко было, что в Шарм-эль-Шейхе днем, что в Хургаде. Ну, я думаю, что это все-таки миф, распространенный миф, что находятся они 60 километров друг от друга. Что зимой одинаковая погода, что летом. Ну, да, зимой в безветренных бухгстах находиться комфортнее, это факт. Так они есть и в Хургаде. Да, они есть и в Хургаде, но в Шарме они все-таки, наверное, более такие компактные и более там уютно. Потому что Шарм, он более гористый. Там есть горы прямо возле берега, и ты можешь спрятаться за этими горами. В Хургаде она вся равнинная и продувается практически полностью везде. То есть есть буквально несколько бухт, ну, в Сахал-Хашиш, там несколько пляжей, которые относительно не продуваются. А так в основном по Хургаде везде дуют ветра, поэтому как раз таки зимой, ну, почему говорят, что зимой в Шарм-эль-Шейхе более так комфортнее отдыхать в Шарме. Ну, что касается летом, то, может быть, наоборот, даже в Хургаде будет поудобнее. Ну, это очередной миф, как мне кажется, ты сейчас уже говоришь, что зимой здесь ветрено, там не ветрено, ничего подобного. Вот как раз зимой я одновременно была, одновременно практически в Шарме, когда мы жили. Я приезжала тогда, еще работал паром какое-то время короткое, я приезжала на неделю сюда в Хургаду. И, вы знаете, я не увидела никакой разницы, ни малейшей. Я вернулась потом в Шарм-эль-Шейх, там была такая же погода. И, как бы, ничего я не могу сказать, что там теплее, там дует, там не дует. И ветра, тем более, они очень меняются. Иногда мы, находясь даже как будто бы в Шарме в ветреной бухте, да, вот в этом Напке, да, там не дуло ничего. В то время мне там знакомые туристы пишут, что в безветренной бухте на Хадабе там дует ветер, они не могут находиться на пляже. Поэтому, все это условно, погода меняется, каждый день по-другому. Сегодня может ветер дуть в Хургаде, завтра он будет в Шарм-эль-Шейхе, точно так же, как и там полевая буря. Она может быть в Хургаде, в Шарме не будет, а завтра она дойдет туда, а в Хургаде уже нет. То есть, вы никогда не угадаете, что взять. Следующий вопрос касается того, как выбрать отель относительно отливов и приливов. Потому что все-таки летом это наиболее актуально, потому что зимой многие, в принципе, не купаются, вода прохладная, и процентов, ну, наверное, 60 вообще могут не заходить в воду, в море, а купаться только в бассейне. И можно не обращать внимания на отливы-приливы. Летом, когда море, это прям море, когда там нужно пройдить время, это имеет значение. Расскажи вот свой лайфхак, как можно посмотреть, зная название отеля, будет там отлив или не будет. Я не знаю такие лайфхаки, как посмотреть. Ну, по карте видно, что ж ты говоришь. Здесь не то, что по карте. Вообще есть два района. Один район в Хургаде и один в Шарм-эль-Шейхе. В Шарм-эль-Шейхе это район Напк, где очень большая отмель, скажем так. И когда наступает отлив, то от берега вода может уходить, ну, буквально там, не знаю, на километр может отходить далеко. Точно так же есть в Хургаде район Эляхья. Там точно такое же расположение, продувается все ветрами, и глубина небольшая, довольно далеко. И во время отлива, то есть море отходит далеко. Вот в этих районах актуально, когда отлив, когда прилив, вы это заметите. Что касается всех других районов, то в принципе этого отлива может быть даже и не видно. Потому что если заход в воду довольно такой быстрый, резкий, то есть там отлив или нету, это никак не сказывается на плавании. Потому что вы заходите сразу в воду, ну, буквально там, если на полметра отступил от берега вода, то как бы это все равно будет комфортно. Поэтому тут нужно смотреть реально, насколько сам берег пологий. Если очень далеко уходит в море, вот тогда это актуально. Если мы открываем карту и смотрим вот берег, берег моря, то там видно по цветам. Когда цвет такой светленький, светленький цвет, это означает, что там будет очень мелко, очень долго будут отливы и очень такое мелководие неприятное. Когда сразу темный цвет воды, вы видите, что совсем чуть-чуть светлая, а потом сразу темный, это означает, что все хорошо, здесь с морем глубина будет недалеко. Кстати, вот в этих районах, где глубина небольшая, они очень популярностью пользуются именно для кайтинга. Потому что небольшая глубина, большое количество вот этой земли свободной, и люди там прям катаются на кайтинге. Поэтому тут каждому свое получается. И, кстати, многие спрашивают, вот, а будет ли отлив в это время, когда мы прилетим? Отлив, он есть всегда. То есть отливы, это ежедневная процедура, да. Но то, будет он утром, днем, вечером или ночью, зависит от фазы луны. То есть все время он меняется. И, ну, конечно, то, что будет на ваш отдых, это... Это, наверное, есть какие-то календари, что-то где-то можно посмотреть, но я об этом не знаю. А сейчас я расскажу, как, отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение от Travel24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку месседжера, вайбер, ватсап или телеграм, и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Все нужные информации приходят вам в месседжер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. Есть ли летом комары и мухи? Не мешает ли это отдыху? Наверное, столько не комары и мухи. Я помню, что в одном отеле были такие противные мошки, которые очень сильно грызлись. Не помню, как этот отель назывался, где-то в Хургаде он был. И вот они там прям заселились, эти мошки, и даже работники постоянно ходили, травили, обшиквали чем-то, обшикали каким-то пестицидами для того, чтобы избавиться от этих мошек, потому что они прям реально грызлись. Лежишь на пляже, солнышко светит, и тебя эти мошки прям грызут, очень больно. А вот комары и мухи, они днем практически не летают. Ну, например, мухи еще ладно, может там где-то и могут полетать, то комары, они вылазят только вечером, когда уже солнце садится, днем они вас беспокоить точно не будут, куда бы вы ни приехали. Ну, вечером, конечно, особенно в отелях, где зеленая территория, естественно, там будут комары. Как и у нас в летнее время есть комары, но я бы не сказала, что наши комары египетские чем-то там отличаются от наших белорусских, что они как бы нас тут смертельно кусают. Хотя нет, есть маленькое отличие, что ты не чувствуешь и не видишь, когда он тебя кусает, ты потом только понимаешь, что тебе что-то чешется. Но во всех отелях есть специальный там сотрудник, который по вечерам, это примерно на закате, есть у него такая специальная баллон, пушка, да. Он ходит и дымом, вот этим ужасным, едким дымом, как бы травит этих комаров и насекомых. Травит комаров и туристов. Но, кстати, эти комары местные, да, они реально такие маленькие. И мы уже когда в последний раз домой в Беларусь возвращались и в лес что-то зашли, у нас же комары это какие-то лошади. На тебя лошадь это села и прям как укусила, сразу больно, так как будто бы какой-то, я не знаю, тебе кто-то в руку что-то вдарил. Здесь же комары реально такие, мы целый вечер, ты можешь сидеть, вообще комары не кусают ничего, только на завтра весь в пятнах, или там все ноги в пятнах, потому что вообще не чувствуется. Ну, неправда. Ну, есть такое, есть. Ну, как неправда? Такого, что ты не чувствуешь сам момент, когда тебя кусают, ты даже не видишь комаров. Так я про это и рассказываю. Но ты чесаться начинаешь в моменте, вот если мы сидим вечером на террасе, то, ну, я сразу уже все, я чешусь уже. Ну, это когда тебя уже обкусали, так конкретно, начинаешь чесаться, потому что потом уже идет раздражение. Ну, никаких волдырей, меня нет. Ничего такого нет. Ну, это не столько волдырей, это такие вот красные точечки, и ты покрываешься, как будто вот эта болезнь, да, детская, как это называется, когда ты весь такой, весь в точках красных. Видите, мы как будто с Максом дрождаем в миражах. А, у нас даже было такое, наверное, Сабрину как-то обкусали комары, и мы подумали, я думаю, она неужели второй раз, второй раз этой болезни невозможна. Как эта болезнь называется? Ветрянка. Ветрянка, да, ветрянка. Думаю, неужели второй раз можно ветрянкой заболеть? Вот здесь как раз такие комары... Это не здесь было, ее покусали в Таиланде. В Таиланде тоже кусали, но и здесь тоже кусаются. Ты как будто бы здесь не живешь, как будто ты не знаешь этих местных комариков, маленьких, они такие вот маленькие, мелкие, противные. Ну, в общем, спрей от комаров на всякий случай возьмите, неизвестно, будет в вашем отеле хорошо работать вот эта вот травля комаров или нет, и где вы будете проводить время, потому что, например, на многих террасах в отелях тоже в вечернее время там стоят такие вот, ну, световые... Электрические. Электрические, как-то сказать, аппараты по борьбе вот с этими всеми живностью всей жизни. Поэтому, если там сидеть, будет комфортно. Ну, если сидеть где-то, сидя на балконе, возможно, да, будет не очень комфортно, поэтому возьмите на всякий случай. Ну, можно еще, кстати, в аптеке купить фумигатор, ставить себе прямо в номере в розетку, будет более-менее... Потому что в некоторых отелях они есть, уже по умолчанию в некоторых нету. Ну, если нету, лучше тогда купить, чтобы был... И плюс еще для улицы есть тоже такие спиральки. Ее поджигаешь, она горит постепенно. И, в принципе, тоже действует на улице, когда мы сидели на террасе где-то, ты ее поджигаешь, и вечером она хорошо помогает. Ну, раз мы уже про опасность и живность, давай продолжать. Следующий вопрос, это, наверное, отголоски прошлого лета, потому что именно прошлым летом, примерно 24-25 июня, было нападение акулы в Хургаде. И вот все, вот несколько прям вопросов поступило, когда я сказала про летний отдых. Все такие, ой, боже, а что с акулами? Моя мама так боится, боится ехать. Не планируется ли, не прогнозируется новое нападение? Ну, я, кстати, не знаю, по-моему, для акул вообще сезон не имеет значения, как мне кажется. Какая им разница, лето, зима, они тут плавают в любое время года. Ну, как плавают? Плавают они... Здесь мы, в принципе, их вообще никогда не видели. То есть, когда сюда заплывает акула, это значит, что-то у нее, может быть, какая-то программа у нее сбилась в голове, либо что она туда заплыла. То есть, в принципе, эти акулы, они там, ну, может быть, раз в 5 лет заплывают в места обитания туристов, а так в основном их нет. Поэтому я вас хочу успокоить. Акулы, они... для них не свойственно есть людей, они не питаются людьми, и в этом году акулы не прогнозируются в Египте. Поэтому можете спокойно прилетать, плавать. Но если вы уже очень мнительны, очень об этом думаете, то тогда просто выбирайте отели, где вход в море прямо с берега, песчаный, пологий вход, без всяких понтонов, пирсов можно купаться, и тогда тоже это безопасно. Откройте для себя Египет. Посетите древние храмы Луксора с лучшими гидами. Забронируйте сейчас в удобном мессенджере, а оплатите уже на экскурсии. Всю подробную информацию смотрите на сайте travel24online. Итак, следующий вопрос. Это фрукты летом. Все-таки мы приезжаем сюда, чтобы не только загорать на солнце, но и витаминок поднабраться. Что касается фруктов, то самый лучший сезон, самое лучшее время, это, конечно, для манго. Здесь оно как раз-таки летом начинает спеть, и с лета, с начала лета до конца зимы, здесь как раз-таки сезон вкусного, вкуснейшего манго. Также летом сезон арбузов. Они как раз к лету здесь начинают тоже такие становиться, красные, сочные, в них очень много сока, и летом мы тоже ими объедались постоянно. Причем, как наешься этих арбузов, потом невозможно пошевелиться, потому что они такие прям вкусные, такие сочные, просто супер. Также персики. Но летом вы, например, не найдете здесь клубники. В наших местах как раз-таки наоборот клубника, это летний сезон, да, здесь же клубника зимой. То есть наоборот круто, что сюда можно приехать зимой покушать клубнички, а летом вы клубничку здесь уже не найдете. Кстати, именно вот с июня начинается здесь манго, и начинается вот этот вот самый главный топовый вопрос везде. А где бы нам купить манго? Мы в таком-то отеле, а где нам взять манго? А где лучше? А какая цена на манго? Потому что дело в том, что если арбузы, в принципе, очень распространенные, они стоят намного дешевле, и дыни их дают всегда в отелях, поэтому с ними вопросов нет. Уже в каждом отеле сейчас, вот они уже начались, уже сладкие арбузы, в каждом отеле на ужин, на обед, на завтрак будет арбуз. То манго, вы знаете, за все время, наверное, только пару раз в отелях, может быть, вообще один здесь в Египте, где мы встречали манго, все-таки это только элитные отели, наверное, себе позволяют такое, как и красную рыбу, да, на завтрак. Поэтому вот это и актуальная тема. Откройте для себя Египет. Посетите древние пирамиды в Каире с лучшими гидами. Забронируйте сейчас в удобном месседжере, а оплатите уже на экскурсии. Всю подробную информацию смотрите на сайте travel24online. Ну, а теперь давай расскажем немного про наши ощущения летом. Мы вот уже 6 лет в Египте, да, но не все годы, вот прям летом мы проводили здесь. Мы очень часто улетаем, потому что это у детей каникулы, дети хотят тоже повидаться с бабушками и дедушками. Но были у нас такие леты, да, как сказать, такие года, где лето мы проводили в Шарм-эль-Шейхе полностью, и было у нас несколько сезонов, где мы лето полностью проводили в Хургате. Расскажи, как мы живем летом, как вот наша жизнедеятельность проводит. Ну, вот по моим личным ощущениям, я все-таки люблю лето не проводить в Египте. Но другое дело, когда вы приезжаете на отдых, это один вопрос. И совершенно другой вопрос, когда вы здесь живете постоянно. Мне летом, например, нравится зелень, которая есть в наших местах. Мне не хватает здесь в пустыне каких-то вот зеленых лесов или горы. Здесь тоже нету таких зеленых. Как раз-таки, наоборот, в Турции, либо у нас, либо там где-то в Европе есть вот эта классная зелень. И мы стараемся, ну, по крайней мере, каждое лето, и я думаю, на будущее так будет тоже, постоянно летом куда-то уехать в наши места. Потому что, ну, летом и у нас классно. Где-то на озеро поехать, где-то там в горы выехать, в другие места. Вот летом я всегда хочу быть именно там. Ну, это, конечно, говорит Максе то, что мы целый год здесь живем. Мы целый год живем в пустыне, и нам просто не хватает этой зелени. Наверное, вот, когда мы раньше жили, даже я вот вспоминаю свои ощущения, и там поездка в Египет, да, и ты как бы представляешь, ну, что это зелень? Ну, что это зелень Европы? Что это зелень тут? У нас такая же зелень, такие же кусты, цветы, газоны. А в Египте вот это тут другие пальмы, в Египте другая растительность, в Египте пустыня. То есть, поэтому тут уже что кому, да? А как проходит наш день обычно вот летом? Если мы дома, не в отеле. Ты имеешь в виду в Египте? Да, в Египте. Как день? Да, если вот летом, как проходит наш день? Ну, если мы не в отеле, то я помню, что обычно мы сидели под кондиционером дома. Выходить особо днем никуда не хочется. Кстати, у самих египтян тоже есть такой определенный формат жизни. Когда летом, все-таки ты переключаешься больше на ночной формат жизни. Все тут расцветает, все начинает работать где-то в 10 вечера. Тут такая движуха везде на улице, как будто бы днем. И другое дело, что днем выходишь, летом, вообще улицы пустые, никого нету, потому что все сидят по домам, все под кондиционерами, никого нет. И, соответственно, ты тоже перестраиваешься, и у нас больше такая какая-то ночная жизнь становится. особенно детям не нужно ходить в школу летом, не нужно их возить постоянно. Здесь я, например, просыпаюсь утром для того, чтобы отвезти их в школу, и мне нужно вставать раньше. Летом школы нету, можно спать сколько угодно, можно всю ночь где-то вот гулять, ходить по улицам, отдыхать, а вот в летний период мы все-таки днем стараемся не вылазить на улицу. Ну, либо если мы дома, то мы идем на бассейн полежать, поплавать, либо там на море сходить. Но уже вся действительно вот какая-то какие-то дела, какая-то жизнедеятельность, там даже вплоть до того, что сходить, съездить куда-то в магазин, все равно ты это откладываешь на вечер, прогулки на вечер. И точно так же я и вам советую, если вы будете летом отдыхать, то вы планируете, что весь день вы будете проводить в отеле. Ну, а уже если выйти посмотреть город, куда-то выехать, то это только после заката. Ну, кстати, для людей, отдыхающих в отелях, для туристов, все-таки актуально отдых днем, потому что море работает, скажем так, только днем, сразу же после заката нельзя плавать в море. Это вам не Турция, ни какие-то другие места. Здесь живность, она такая довольно агрессивная, и ночью она просыпается, скажем так, выходит на охоту все эти агрессивные рыбы, а днем они спят, днем они не охотятся, поэтому днем можно плавать в море, вечером нельзя. И точно так же в бассейнах тоже вечером они любят заливать туда всякие вот эти химикаты, хлорку, для того, чтобы их и чистить, поэтому вечером не разрешают плавать в бассейна, хотя погода классная, тут температура отличная, летом вы спокойно можете плавать в бассейне по комфортности, но уже вот нельзя, скажем, только днем. Это летом особенная проблема получается в отеле. Потому что все хотят, все хотят залезть в бассейн. Как правило, в каждом отеле на бассейне всегда сидит охранник, на каждом бассейне охранник, потому что... Гонит всех, всех прогоняет вечером. Действительно, это прям, возьми 5 долларов, я буду плавать. Это прям... Кстати, кто отдыхал летом, напишите, купались ли вы в бассейне ночью? Давайте посчитаем, сколько таких нарушителей. Многие, кстати, купаются, я знаю, да. Даже я купалась. Даже мы купались. Купались? Все купались, да. То есть, я думаю, у каждого есть такой момент, когда все такие... Пойдем плавать. И охранник говорит, не надо, нельзя. А с другой стороны, он же не вытянет тебя. Ну, понятно, что охранник злой, там будет стоять на тобой. Но если уже в воду прыгнул, охранник, как правило, ну что, руками разведет. Ну, турист, ну, что ж с него возьмешь? Ну, вылезешь, потом пойдешь. Не, ну, мы ни в коем случае не пропагандируем вот эти купания, потому что все-таки там хлорка, там химикаты, которые они после... Можно и облезть потом. Шерсть облезет с вас. Ну, и вот если про летний отдых все-таки говорить, какие есть еще нюансы или минусы летнего отдыха? Вот именно, наверное, не будем говорить минусы, скажем все-таки нюансы. Лето все-таки это не только отдых для нас, каникулы у нас, это и отдых для египтян. А египтяне, они еще от нас отличаются тем, что они еще более мерзляки, потому что они живут в этой теплой стране. И вот для них на самом деле отдых только летом, потому что зимой ты ни одного египтянина не заставишь окунуться в море. То есть они, когда смотрят на нас, на наших отдыхающих, которые приехали, и купающихся, они недопонимают. Зимой египтяне в зимних куртках, реальных наших зимних куртках ходят. Поэтому вы должны учитывать, что летом, кроме того, что в принципе жарко, не жарко, вы переживаете, плюс там и наших людей с семьями, если это семейный отель отдыхает много, то и местных, практически, если брать всю, ну, всех египтян, которые отдыхали когда-либо в отелях, то, наверное, 90% отдыхают именно летом. Это априори будет много детей, потому что египетская семья предполагает очень много детей. Потом египетская семья практически никогда не ездит одна. Даже вот у нас есть знакомая, ой, мы если едем в отель, так надо целый автобус, потому что там брат, сестра, у которых свои семьи, там еще, и в общем человек 30, это одна семья получается, и у них у каждого там по 4-5 детей, соответственно, если вы едете парой, да, вот надо сказать, хотите уединенного отдыха, я советую брать просто особенно летом отели только для взрослых. Здесь, то есть вы понимаете, здесь вы отсечете вот этот ненужный шум, эти вот семьи многодетные, да, и будет хороший релакс отдых, если там и будут египтяне, то это будет такое все равно. Формат только для взрослых и более спокойный. Если же вы выбираете семейный отель, ну не знаю, 90% отелей будут иметь много отдыхающих египтян летом, да? Как с этим бороться? Никак. Ну еще можно, конечно, смотреть календарь, особенно Рамадан, если, например, вдруг выпало так, что летом попал месяц Рамадана, то как раз таки в Рамадан вы можете приезжать в любой отель, везде будет хорошо, везде будет спокойно и тихо. Ну, к сожалению, не этим летом. Но этим летом уже как бы не получилось, потому что Рамадан уже прошел. Соответственно, все лето здесь будет прям толпы, толпы народа, поэтому, ну вот так. Но все-таки есть определенные сети, например, что касается Хургады, то ни в коем случае не берите любой отель сети Гавайи. Их очень много, особенно в Эляхье, наверное, там штук 5 этих отелей, потому что это особенно любимая сеть египетская. Не знаю, наверное, там у них супер какие-то контракты, то есть там автобусами ежедневно возят, и вот сколько я слышала отзывов, если летом отдыхают, люди, наши отдыхающие, в основном недовольны. Поэтому зимой, когда их нет местных отдыхающих, в принципе, там все неплохо. Но летом не советую. Поэтому, возможно, где-то посмотрите, почитайте отзывы про летний отдых, про конкретный отель, потому что есть все-таки парочка отелей, которые, например, вообще не работают с египтянами. То есть есть отели, у которых все равно больше европейского уровня, они европейского уровня, они европейские, и, соответственно, там совсем мало египтян. Да, есть, но это нужно тщательно выбирать, если для вас это важно. Потому что в целом это может быть не проблема. Наверное, если у вас самих дети, они тоже шумные, и в принципе все нормально. Может, еще друзей найдут. Ну и, пожалуй, еще один актуальный вопрос. Почему в этом сезоне такой дорогой Египет? Такие дорогие туры. Что с этим делать? Ну, я думаю, что это не связано только с этим сезоном. Возможно, это, в принципе, летом, потому что везде каникулы, у детей каникулы. Обычно отпуска многие берут как раз-таки на летний сезон. Плюс еще египтяне, у которых тоже каникулы, тоже отпуска, и они все приезжают. И, конечно, получается, что все хотят, вот в эти три месяца летних все пытаются забронировать туры, забронировать отели, и как раз-таки появляется вот этот ажиотаж, из-за которого и высокие цены. Кстати, вот тот год, когда была корона, это был такой самый нестандартный год, когда мы лето провели, и в любой отель можно было заехать, когда они потом начали работать. Было очень дешево, но сейчас уже таких вариантов нету, сейчас как раз-таки летний ажиотаж, он наоборот очень высокий, и он будет держаться, наверное, до середины сентября примерно. Еще вот в конце августа люди как раз-таки тоже пытаются в конце лета отдохнуть, и тогда уже прям вообще ажиотаж очень большой, и, наверное, самые высокие цены как раз в конце лета, вот в этот бархатный сезон, все пытаются к окончанию лета успеть отдохнуть. Ну, и, кстати, там у меня тоже был такой вопрос, правда ли, что из-за жары в июле и августе будут ниже цены? Цен ниже не будет, к сожалению, потому что, да, это сезон, сезоны среди местных, цены поднялись на все отели, даже вот если сравнивать бухинг, да, примерно месяц назад, то есть, ну, вот как рамадан закончился, даже месяц еще не прошел, так сразу и поднялись цены, потому что поток начался местных, если, то есть, если местных вообще не было, или было там 10%, сейчас уже 50% местных, и их очень много приехало, нет смысла, и, кстати, местным, как бы не было это как-то так необычно, да, но местные отдыхающие платят за отели гораздо больше, чем мы платим, потому что наши туроператоры, как правило, они выкупают у отелей целые блоки, например, там, Тестур, там, Анекс, разные операторы, например, выкупил этаж номеров, и все, и вы поверьте, они выкупают их за копейки, так как они оптом там выкупили номер за 50 долларов сутки на двоих, и все, и по факту они же на ценке все это делают, цена получается космическая, да, а египтянам изначально цена в раза три больше, и это не миф какой-то, это на самом деле так и есть, сразу, а, египтяне, значит, цена такая-то, ну, есть некоторые акционные, конечно, предложения для них, но в основном для них это дороже, и, наверное, отели тоже думают, а зачем нам делать дешевле для этих, если мы можем продать дороже для своих же, поэтому не будет скидок, не надо ждать, и я бы сказала, что самое выгодное время, когда можно купить тур на лето, это до начала лета, как только случилось 31 мая закончилась школа, ну, еще, возможно, вот выпускные, все, потом сразу же, сразу же все сразу дорожает. Ну, или как вариант уже в конце сентября ждать, потому что как раз-таки где-то уже потом идет спад такой, и вы уже, ну, в конце сентября вы, в принципе, сможете уже более-менее нормально отдохнуть. Даже, наверное, по нам, если вот судить, мы всегда в Белоруссии, потом нам нужно возвращаться как бы к школе, и мы, как всегда, не знаем, как у нас там что сложится, когда мы сможем вылететь, мы не покупаем заранее, и вот когда мы уже там часа 20-го, ну, давай купим что-то, пора улетать, мы понимаем, что 20 августа купить уже вот, чтобы прилететь к первому сентября невозможно. Это прям нереально, это самый жаркий сезон. И мы всегда вылетали, ну, самое раннее, наверное, 5-го, как-то было там 14-го, 18-го сентября, то есть мы ждали, потому что цена была реально, ну, на тысячу долларов, например, разница, и могла быть даже выше, то есть, да, приходилось ждать. Поэтому если вы планируете на август, то лучше уже сейчас купить заранее этот тур, потому что он 100% будет дороже, тем более, учитывая то, что сейчас, ну, проблемы с авиаперелетами, их не так много, как было раньше. И раньше, кстати, когда мы еще жили у нас там в Беларуси, не жили в Египте, то мы все время отдыхали как раз сентябрь-октябрь. Это был такой бархатный сезон, самые были классные такие цены, когда еще, как бы, тепло, еще вот это летнее тепло не ушло, потому что море еще прогрето, оно еще довольно тепленькое, комфортно находиться, погода классная, но цены уже гораздо ниже. Итак, мои ассоциации, когда я слышу лето в Египте, это удовольствие от вхождения в Красное море, это удовольствие от плавания, ни в какую пору года я больше не испытывала удовольствия, как вот ты бежишь, ты забегаешь в это море, ни в какой другой месяц, ну, возможно, вот лето, сентябрь, октябрь, все, все остальные месяца ты уже будешь себя уговаривать, давай сходим поплавать, ну, давай, здесь ты наслаждаешься морем, если вы хотите часами сидеть в море, если вы для этого прилетаете, то welcome to Egypt летом. Ну, а для меня лето, это, конечно, тоже сезон подводного мира, так как именно летом вы можете наслаждаться, находиться под водой долго, и не будет холодно, если зимой, это буквально там две-три минуты мы поплавали, и уже хочется быстрее выбегать, плюс еще холодный ветер обдуевает, и от этого некомфортно, но как раз таки летом находиться под водой, смотреть кораллы, это прям отличное время, ну, и плюс сезон манго, сезон арбузов, можно насладиться вкуснейшими фруктами здесь. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмирата, в Турции и Шри-Ланке смотрите на нашем сайте travel24 онлайн. Кстати, гораздо удобнее бронировать в приложении travel24, ищите его в Play Market и App Store. Ну а нам не забудьте поставить палец вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро, не пропусти. Пока-пока.